друзья смотрите пытаюсь и показать вам променадную часть поселочки гюню променадную улицу как она выглядит и что здесь можно купить какие здесь магазины есть и какие цены вот справа от меня гостиница омара престиж сзади за мной гостиница киликия белос и слева от меня гостиница transit лайки вот начиная от гостиницы киликия пелос между гостиницами транс атлантик и омара престиж идет вот это променадная улица в поселке гюню и вот она начинается собственно говоря вот магазины и бутики которые есть вот так это все выглядит сейчас я вам попытаюсь показать цены на некоторые товары на этой улице бутиках магазинах даже некоторые магазины подписаны как outlet в общем смотрим что почем здесь на этой улице добрый вечер здесь у нас продается лукум различный а почем луком любой есть по 10 по 8 цена по качественную по 8 но идет сахар супер идет сахаром по 10 идет без сахара без таких добавленных краски идет 15 не хотите попробовать ее мальчик спасибо я тут доелся в гостинице всего в гостинице всего не понятно и вообще в гостинице луком сегодня не кушал так что не я не я просто не могу физически попробовать ладно очень вкусный люди с халвой это орешки какие-то жареный миндаль ухты класс очень вкусный я 15 стоит доллара а это на чем он делается вот этот корреля вручная ходить вам объясню по штуках это докажу вот видите луком первый слой идет потуги сверху 2 слой она открывает кузье молочко наберет орехов потому что закатывает а все осталось фисташки потом через фисташки анчур помазли холодильник поостынет и сразу и режем и страну ставим я понял они хранятся три месяца без каких холодильников холодильника хранится три дня я скажу почему холодильник ставить ее она высохнет и воду наберет она быстрее пропадет на без холодильника не хранится три месяца интересно да то есть это только тот который вот без сахара тот который сахаром на хранит долго хранится смотрите друзья цены на лукум отличается от качества самого лукума поэтому реально вот мы когда-то в прошлом году когда были в турции покупали тот который там по 10 долларов он конечно по вкусу совсем по-другому выглядит и реально он вкусный а тот который обычный они говорят это из юпи приготовлены в общем какой-то химический этот лукум по моему сколько там 8 долларов он сказал сами учитывайте этот момент это абсолютно совсем два разных продукта качестве так друзья здесь также самое можно купить и чемоданы и различные сумки а кстати нужно посмотреть что у нас есть по кошелёчкам кого какой а вот это примеру то есть вот это за 41 а тут получается на каждой разной стоимости ли да так друзья только что я заходил в магазин с там различными сумками кошельками портмоне тому подобное значит по стоимости мне женский кошелек сказали значит один там 60 долларов 2 50 долларов за 2 сразу буквально там я ничего не спрашивал предложили скидку там в районе 20 долларов то есть за 30 долларов мне предлагали отдать этот кошелек в общем собственно говоря такие вот цены на кошельки здесь поселке генюк то есть торг уместен иногда даже можно не торговаться вам сами предложат скидку вот такие вот нюансы добрый вечер а вы у вас аренда скутера а почем здесь сейчас 10 долларов а какие условия пропадала обычно вот вот такой ну какие условия как оформляется аренда арена ничего не до 10 дает ладить из поглой ну паспорт или что-то в голову я понял а прокат велосипедов почем а если на день а так друзья в целом цену я озвучил здесь в этом видео но более подробная информация по аренде этих электромопедов будет в отдельном видео в описании под этим видео я обязательно добавлю ссылку на видео по аренде посмотрите его потому что там будет полезная для вас информация так друзья продолжаем прогулку по променадной улице в геннике за скутеры вам рассказал показал значит что еще вам показал получается стоимость лукума примерную так что еще нужно вам показать какую стоимость и таких товаров есть шорт вот смотрите есть шорты вот тут есть ценник у нас есть шорты за 5 долларов такие совсем легенькие не знаю может быть для плавания вау даже сеточкой за 5 долларов вроде мужские мужские есть за 10 долларов чуть-чуть поплотнее то верхняя позиция получается наверно вся по 5 долларов такие вот шорты по 5 долларов нижний ряд по 10 долларов тут у нас полотенце какой-то размер ну это небольшие да за три штуки на 5 долларов правильно а это побольше они идут 10 долларов три штуки до цвет любой можно а это тоже с этой категории а можете показать за 10 долларов которые да это уже побольше мы брали в прошлом году только когда у кириша были такие нам нравятся принципе нормальные на сувениры вообще классные хорошие подарки ну да мы и так и брали алки мере по моему подороже они стоят да там по моему 15 долларов три штуки ну по крайней мере в прошлом году так было так смотрите друзья только что я вам показал цены на полотенце в поселке гвинюк значит полотенце меньшего размера три штуки стоят 5 долларов полотенце большего размера три штуки стоят 10 долларов в общем мы в прошлом году когда были в кирише тоже брали принципе такие же самые полотенце для подарков в принципе даже и себе мы взяли год мы пользовались этими полотенцами вполне нормальное полотенце значит если перевести на украинские гривны то есть сколько это 270 гривен то есть по 90 гривен полотенце ну вот я считаю что наверное наверное это все-таки как бы хорошая цена для полотенце полотенце пляжного размера вполне нормального качества так что если хотите можете брать в качестве суверова даже себе домой можете взять так и и по комплект полотенца кстати в кемере такой комплект полотенце мы смотрели даже в нескольких местах в общем стоил 15 долларов то есть что вот в кирише это поселок возле кемера чтобы не у поселок возле кемера такие полотенца стоят 10 долларов три штуки поэтому вот такая вот информация напишите конечно же в комментариях друзья что вы знаете по этому поводу на если кто-то покупал эти полотенца напишите свой комментарий свой отзыв по поводу этих полотенец я думаю будет всем зрителям нашего канала и туристам интересна эта информация и поможет принять решение нужны или не нужны такие полотенца в качестве сувениров либо себе домой тут у нас еще есть сумочки так а тут у нас даже и цены есть на сумочке вот у нас такого плана 10 долларов сумочки я так понимаю на этой витрине все по 10 наверное такой вот рюкзачок рюкзачок сумка 13 долларов стоит а здесь вот продается вот луку значит 7 упаковок на 5 долларов но это тот луком который как нам объяснял магазине продавец прошлом магазине значит который сделан из юпи добрый вечер кстати вот такую пастилочку мы прошлом году покупали за доллар принципе на пляж очень хороший вариант лёгенькая такая материал а что за материал лен из лена спасибо кстати я жарю вот это вот мы брали очень такая для пляжа очень хорошая штучка легенькая как бы почем полотенце полотенце разница на 5 доллар есть 6 доллар 7 доллар разности на пожалуйста 70 на 140 50 на 90 из по 2 доллар под 3 доллар тоже тоже а 70 на 140 с какая стоимость около 7 доллар я понял это метр на полтора до до метр на полтора а метр на полтора сколько от 8 до 10 тоже пока приятный на ощупь здесь также сладосты чай попишет луком специи добрый вечер добрый вечер приезжайте нас потеплело да поливлилась лечим магазин рубина не вам чай сделать не пасиба пасиба халва есть пожалуйста переправа есть вот это переправа очень хорошо понюхать пожалуйста лице блюд это халва это просто обыкновенная халва но у вас подсолнечный у нас кунжут нас ну да это воздушная халва у вас воздушная вот так вот даже не спасибо я уже наелся на пробовался спасибо также приправа че есть очень большой выбор из копеек кстати ой почему вот этот вот кофе вот этот а вот этот тоже один о чем разница это зерна это раз вариме вот эти молота пожалуйста только варить надо ну это же одинаковая только разница в меньше грамм больше грамм еще больше грамм этим отличается так а вот между вот этими вот этим чем разница я думаю большую разница нету почти одинаково это давно но эти да это мы всегда брали вот это турецкая кофе интересное разно для разнообразия но интересные также оливковое масло есть гранатовый сос и рашковый дерево есть рахат лукум есть каждый для вас нарезаем лучшая работа пожалуйста один килограмм 6 доллар очень-очень свеж очень вкусно для себе для вашего близкого пожалуйста качество лукума этого качество хорошего натуральный сок натуральным соком натуральный сок это шербет это луком чем отличается шербет от луком шербет больше орешки меньше сок пожарших наоборот луком больше сок меньше орешки поменьше этим отличается шербет и луком и каждым утром для вас нарезаем свежий свежий ассортимент пожалуйста людям тоже людьми тоже удобно выбрать и здесь черчелла есть а что такое черчелла черчелла просто сок и внутри грязь кори почему по 8 долларов 1 килограмм 1 колбаска около полтора доллар где-то а до скольки работаете вообще из 9 до последний клиент примерно до 12 открыты так вот тут кофе по доллару правильно пакет будет на обратном пути попробую зайти а гранатовый соус есть у вас вкусный классный в район кстати недорогой получает сколько он стоит 2 доллара это объем сколько пол литра а это тоже не это не гранатовый есть два видов это кисленькие это кисле-сладкий ух ты даже так на два видов я не помню прошлом году просто какой-то взяли он просто вкусный был так еще раз это чай это чай эвкалиптовый чай у нас туда кашли ангина гром а как называется султан чай султан чай и как его пьют заваривать на 200 мин стакан 1 чай ложку пожалуйста а чего его делают и в корид только резко не нюхать медленнее издалеку первые параминут спокойствия то может легче пить очень такой ядро весны и интересные и через он и природный терапию можно сказать эвкалипт мета шафран лимон имбирь гранат состав 4 видов есть вкус манга вкус гранат вкус лимон вкус киви основа разные но состав одинаково везде эвкалипт мета шафран лимон имбирь когда его пить надо ну то есть вот вы заварили и как сразу его пить надо через пару минут успокоиться вам легче будет зимой очень очень полезно детям можно добавить аллергии не дают то что нас в этом с холодного вода мощи пить охлаждает организма жажда для можно попробовать сейчас под кончиком интересный вкус такой резкий такой резкий чего резкость чего не могу сказать но очень мета да вот мята чувствуется да аж слезы на глазах наворачиваются ну вкусно приходите приходите будем рада вас видеть магазин рубина гейник спасибо хорошо постараемся зайти наши магазина один также косметика если текстиль из как вы видели друзья смотрите только что я был магазине рубина цены я вам показал приятный продавец очень внимательный значит что мне особенно понравилось цены на кофе вот кофе я вам показал мы всегда покупаем это кофе когда приезжаем турцию это турецкая кофе немножко по другому у него выглядит вкус то есть реально попробуйте кстати постараюсь на обратном пути тоже взять несколько пакетиков потом что-то придумаем с этим кофе сувенирные по туда а почем три штуки 10 долларов это сфинеры три штуки будет 10 долларов и а размеры детские я знал вот рослые диски разберем все есть разные то есть получается три штуки 10 долларов 1 поделу рубит три штуки 10 здесь в полка кустами женский пускай зимний летний а как магазин называется ордотек стиль ордотек стиль ордотек стиль ордотек стиль ордотек стиль а вот для плавания сколько стоит а есть на витрине развешенные такие а давайте посмотрим и почем шорты эти вот здесь есть еще это для планета вот это то что там получается здесь размере есть еще света есть много и почему они вот это доллар до 55 долларов одни шорты до 1 шорты 5 получается сколько это 5 долларов 5 утрену 140 гривен на украинские с подкладкой даст подкладкой нормальное принципе для плавания хорошо высохнет ткань очень шикарный шорт для плавания самый а такого плана шорты сколько стоит эти 15 долларов кривички стопс и русский есть подешевле в зависимости от покупателя и от качества ну естественно качестве не они будут подороже если хочешь подешевле уже качество будет а джинсы джинсовые шорты почем джинсовый шорт 20 есть трикотажный вот такие шорты вот получается дручного типа почему они также как и джинсовый 20 ну только уместен у нас я понял шарфики да вот это почему шарфики а что за материал разный есть шелковые пашена большие стандартный стандартный шарфики шоу большая есть еще маленький вот тактие шарфики есть а эти почем 7 до плотнее чувствуется а зимняя какая одежда а то есть вот эти спортивные костюмы правильно я понял свитера вот женский отдел такая осенне-зимне идет там мужской отдел вот толстовки и спортивные костюмы почем толстовки разные цены у нас вот 15 и выше у нас нет вот определенного допустим смотрим по клиенту вот говорит есть у меня вот 15 долларов дать мне чем за 15 долларов мы дадим за 15 такого нет вот этот детский теплые костюмчики почему детские костюмчики детские 25 долларов теплый вот тоненькие есть такого же плана можно допустим у маме подобрать а это что это толстовкой костюм нет от костюм на вот такого плана сколько стоит 40 долларов вот такие же детские есть вот тонненькие также можно допустим папе сына вот взять полки пола там женский нижний купальники плавки до а мужские плавки тоже есть сколько мужские стоит 8 долларов все есть можно купить да так друзья смотрите это был магазин арда текстиль в общем в магазине можно купить любую одежду начиная от плавок заканчивая зимними спортивными костюмами цену все видели пишите ваши комментарии заходите в этот магазин смотрите может что-то вам здесь пригодится в данном магазине вот и мы идем дальше еще немножко пройдемся по этой улице собственно говоря принципе я уже практически все вам показал все возможные варианты имеется ввиду остальное все как правило дублируется во всех магазинах то есть ходите смотрите выбирайте то что вам удобно то что вам нравится то что вам нужно торгуйтесь продавцы говорят скидки есть поэтому договаритесь о той цене которая вам нужна я думаю вы найдете компромисс с продавцами вот значит цены в принципе вполне достаточно адекватные вот учитывая некоторые допустим сравнение вот я покупал примеру шорты там мега спорте в украине там за 400 гривен за 400 гривен это сколько может быть они до лучшего качества но опять таки смотря для для каких целей вы там покупаете то я покупал обычные шорты короткие мужские вот для плавания принципе то тоже наверное где-то 400 гривен мега спорте стоят вот я не беру во внимание цены которые можно там купить на рынке там совсем минимального качества может быть даже там качество вообще отсутствует на тех шортах которые там гривен за сто в украине ну это чисто лично мои как бы сравнение чисто мое мнение ребят тут вы конечно сами учитывайте для себя и конечно в комментариях поделитесь своим мнением я просто вам показываю то что я вижу это что есть здесь гунике какие цены на различные товары так еще множество магазинов с различными с различным текстилем и различной одеждой что у нас здесь добрый вечер добрый вечер а что это такое девять штук десять евро это девять штук чего русский да да вот боксер а если по штучно 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 два доллара два доллара я сак и 10 евро девять штук тебя можно пополам окей тебе не 10 доллар не евро я понял любые размерчики small medium large и старт и носки тоже можно понимаю вот камера тебе супер да спасибо а почему это получается 18 пар 8 евро до носков до супер сына хорошая стоит иди сюда а носки из чего сделаны материал коротко и линии это натуральный материал не ну по ощупи мне вот кажется действительно какой-то материал и текстиль русский украинский водка чувствуется это свалка вот вот это фасон это боксер понимаю вот вот так смотрите друзья вот еще немножко показал вам цен на там различные трусы носки принципе есть некоторые хорошего качества и по стоимости я не знаю опять считаю что вполне адекватная стоимость так что смотрите сами может кому-то что-то нужно будет вполне можно покупать выбирайте ходите договаривайтесь за цену продавцы идут на компромисс принципе даже сами предлагают там определенные скидки наверное если вам не предлагают скидку тут наверное ее нужно спросить скорее всего в общем все вы видели в этом видео так что пишите кстати в комментариях если вы чего-то покупали какого здесь качество поделитесь и с нами этим мнением вашим смотрите вот я уже подхожу к концу этой променадной улице вот тут а уже значит дорога которая активная здесь проезжая часть то есть эта дорога которая идет непосредственно как бы вдоль получается побережья от анталии до такирова сейчас мы посмотрим что здесь за углом если здесь еще какие-то магазины тут есть такой вот фастфуд можете покушать там картошку фри бургеров отдох какой-то но с другой стороны ребят принципе смотри если вы отдыхаете в гостинице в генюке 5 звезд то все это есть у вас гостиницы и тут смотрите сами нужно вам посещать такие заведения либо не нужно со мной поздоровали слава богу меня не приглашали в этот фастфуд потому что у меня уже за сегодня реально нету сил друзья самого получается с 8 30 утра и сейчас у нас на часах без пяти 11 смотрите как бы вот надеюсь сейчас я уже вернусь в свою гостиницу вот у меня закончится рабочий день и сегодня у нас последняя ночь гостинице самара престиж дальше мы приезжаем уже в другую гостиницу гостиницу crystal palace это гостиница находится в регионе с.д. значит смотрите что могу сказать смогу сказать следующее ребят все в этом видео я надеюсь все вам показал вам все понятно есть прокат электроскутеров ни один прокат так что учитывайте ту информацию которая есть в этом видео при аренде скутеров я не знаю попробуйте поторгуйтесь может и там вам скидку сделают на прокате то есть все может быть никаких документов ничего как бы у меня не спрашивали для того чтобы взять прокат этот электроскутер и кстати тоже велосипеды есть прокате 2 доллара по моему нам озвучили в общем в этом видео я комментариях вернее в описании в этом видео постараюсь естественно выложить и прописать эту стоимость сколько стоит прокат велосипедов сейчас я уже попробую вам без комментариев так на быстром ходу показать некоторые магазины принципе те которые я прошел не показывал вам цены но просто чтобы вы видели как выглядит эта променадная улица и что здесь можно купить кстати я когда снимал видео я показывал магазины бутики различные там точки продаж с одной стороны с противоположной стороны улицы так само находятся и с той стороны такие же принципе магазины может быть чего-то там есть какое-то отличие но собственно говоря как бы можете идти пройтись а по одной стороне посмотреть потом на второй стороне что там по ценам вам подходит там вам и купить да кстати цены все принципе в долларах кое-где я видел цены в евро они чего-то как-то там конвертируют типа какую-то скидку либо еще что-то либо цена написано в евро дам за доллары в таком количестве в общем в любом случае друзья насколько я понимаю 2019 год если вы берете деньги с собой для каких-то покупок то естественно как бы будет выгоднее доллары брать хотя если возьмете евро я не думаю что будет в чем-то сильно большая разница здесь принимают любую валюту так что в целом брить и какую вам удобно валюту но из того что я понимаю выгоднее все-таки в долларах и вот такой вот один нюанс принципе вот я прошел всю улицу я сильно конечно не рассматривал каждый магазин но единственное чего я не встретил так это не встретил обменников я думаю в любом магазине вам подскажут где есть обменник если вам нужно обменять какую-то сумму денег на местную валюту ну друзья вот так вот выглядит эта променадная улица в поселке гвинюк значит продавцы сказали что в принципе среднем они работают до последнего клиента но примерно в 12 часов ночи они уже начинают закрывать свои магазины так что днем вы спокойно можете отдыхать гостинице пользоваться всеми услугами на территории гостиницы вечером вы можете пройтись по магазинам и прикупить себе необходимые там различные сувенирные товары либо одежду либо другие сладости и тому подобное